Всем привет, друзья, ребята, с вами Юран, и мы продолжаем прохождение Submarine Commander на первой PlayStation, или командир Supermarine через эмулятор DuckStation. Поехали дальше. Итак, в прошлой серии мы с вами вновь уничтожали флот. В принципе, что-то как-то всё чересчур однообразно у нас с вами пошло. Давайте сдадим фотоальбом на продажу. Давай сюда, что есть. Прикинь, до десятку. Фотоблокнот. Было написано фотоальбом, теперь уже фотоблокнот, короче. Какие-то обещанцы нарисованы непонятные. Шестигранные, квадратные. Пока, говорит мужик, квадратный. Давай, пока. Шестигранник. Так. Отлично. Может, Юранка уже в царстве Господнем, но не факт. Пока что ещё нет. Пока что я ещё жив, поэтому пока что до царства Господнего мы с вами не дошли. Ещё и идти, идти всю целую жизнь. Честно говоря, я не думал, что ты столького добьёшься. Разобьём врага, говорит баба. Алтай уже близко. Как моему представителю и послу я вручаю тебе будущее завода 9, капитан. А чё это такое нарисовано? Это кусок... Чё это, муравейники, не понимаю, или кусок какого-то говнеца, который кто-то наделал. Какая-то куча, видишь, нарисована. Пол прозрачная, но это сверху, видишь? Солнце отблёскивает свежее, значит, говнецового. Кучу наделал, а у нас с тобой её показывают зачем-то. Не знаю, то ли остров, то ли чё. Я разделю это право с тобой. Идём на Алтай, предложи им сдаться. 20 тысяч стали должно хватить для закупки снаряжения. Держи. Спасибо, подруга. Всё, что ли? Погнали. Тогда уж, сразу к бой. Хозяин доков показал истинное лицо. Она ведёт себя как диктатор. Есть вещи, которые могут понять только правители. Ну да, видишь, баба в диктаторе, короче, заделалась. Это недопонимание ведёт к гибели фронтовых войск. Сказал бы для разнообразия что-то умное. Баба с розовым волосом говорит. Это... Мы вернёмся живыми. Это девочка из магазина? Не может быть. Это настоящая угроза Федерации около подлодок. Я знаю разрушительную силу ядерных подлодок. Я их боюсь. Мы на передовой. Нельзя отступать вперёд. Говорит, баба. Классно, мне нравится. Экипаж, готовься к бою. Итак. Чё у нас с вами? Реконструкция нам не нужна, в принципе. С вами всё собрали. Посол в Алтае. Вылазка, поехали. Посол покакать, посол. Поехали. Короче, сейчас мы его тоже там, наверное, вилкой протараним всех, как всегда. В общем, ничего нового. Всё как обычно. Тем контролёк, тем экрановок, системок. Поехали. Так. Мы в какой-то новой локации находимся по всей видимости. О! Толстячок! Подожди, не думай, что ты будешь всегда так смотреть. Здорово, толстый. Эй, толстый. Та-да-ра-ран. Эй, я и говорю, подожди, говорит. Это, короче, которое на этом. Плыви на яркой стороне, слышишь? На своём разукрашенном под... Символ Билайна. Корабль. Сейчас мы его будем... Надо, скорее всего, его накрывать, потому что он, наверное, против нас решил ополчиться. Как всегда. Ну, значит... Значит, ты, братан, и будешь в ответе. Нет данных. Что-то какое-то говно плавает. Прикинь, нет данных, пишет. О, кит, здорово. Давайте кита с собой возьмём. А куда нам с тобой спускаться-то надо? Какая-то пирамида обдрызстанная. Что это такое? Реально, какая-то пирамида. Куски какой-то пирамиды. Походу, в Египте проплываем. Да, прикинь, смотри, какая-то пирамида затопленная. Реально Египет. Во! Смотри. Ух ты, здрасте, приехали. Ай, больно. Ладно, ничего страшного. Ага, вижу снизу его, справа. Сейчас мы его тоже такой штукой вырубим. Здорово. Что ты там спрятался? Напрасно ты, напрасно. Мы сейчас его вот этой штукой, смотри, пальнём в него. Сейчас подплыву только к нему поближе. Подойди поближе, и ты услышишь. На тебе, собака. Сейчас мы протараним его. Вжиз. Шиз у него. У него в шиза. У него в шиза велись. Бабах! Короче, его этой штукой вырубили. Бам! И вырубили его, давай. Бабах! Так, так мы к нему упор подплыли. Можно, в принципе, тогда вот это... Его стандартами... Загрузить этими торпедами. Чё ты? Браток! Бабах! Забубенили мы в пердельнике. Смотри, сейчас, как мы ему ещё разок. Ну-ка. Бабах! Так. Так я его вижу, он в упор прямо передо мной. Пропал. Ты куда там исчезаешь, слышишь? Эу! Давай, на месте, стой. Сейчас мы его вилкой протараним своей. Бабах! Вверх! Не думаю, что просто умру. Всё, толстячок. Отрекламировал. Сиди рыбом. Wi-Fi на дне океана раздавай. Понял? Свой 5G. У топ захвачено 200 парашютов. Прикинь, короче, он бедать на парашютах хотел учиться летать. 200 парашютов, короче, порвал. И так ему не удалось научиться летать. Вот плавать иди учись. На дне океана. 0.253, промахи 14%, попадание 83%, всего затрачено на 50%. Что, он меня 50% продамажил, что ли? Меня вообще, по-моему, не продамажил практически. Как-то странно. Ну ладно. Да, ребятушки, вот такая у нас с вами была, видимо, коротенькая миссия. Так что... Как я понимаю, наверное, на этом всё. Да, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. Скоро увидимся, не переключайтесь. Будьте много всего крутого, и мне неинтересно. С вами был Ильич Ранко. До новых встреч и... Пока-пока.